МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости нашего города в студии Ирина Потехина. Здравствуйте! И вот некоторые темы выпуска. Есть ли проблемы у местных предпринимателей? В городе прошел совет по развитию малого и среднего бизнеса. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Разговора не получается. Почему руководство ТСЖ с озвучным названием диалог не идет на контакт с жильцами? И вместо уроков при РОП на площадке 13-й школы прошли соревнования по экстремальному виду спорта. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пропавшая девочка вернулась домой. Напомню, 3 апреля 15-летняя школьница ушла из дома и не вернулась. Девушку больше недели разыскивали сотрудники полиции. И вот только вчера вечером она объявилась. Как оказалось, после школы несовершеннолетняя просто не захотела возвращаться домой. И ушла к подружке, где находилась все это время. Каких-либо причин для ухода несовершеннолетней из дома не выявлено. Впоследствии девочка вернулась домой самостоятельно. В период ее отсутствия преступления криминального характера в отношении нее не произошло. Отделом этой России по городу Найя Брискова обращается с просьбой к детям города, имеющим несовершеннолетних детей, более внимательно относиться к своим детям, интересоваться адресом проживания, телефонами их друзей и не оставаться безучастными в просьбах детей, ушедших из дома. Накануне вечером в поселке Самострой горел одноэтажный дом. К тому моменту, когда приехали пожарные, дым шел из чердака. Огнеборцами эвакуировано два человека. Дом и имущество, находящееся в нем, удалось спасти. Повреждены только частично стены и потолок. Причина пожара и сведения об ущербе устанавливаются. Дмитрий Кобылкин отчитался о доходах за 2012 год. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте правительства округа, на своем посту губернатор заработал свыше 13 миллионов рублей. Еще около 7,5 миллионов Дмитрий Кобылкин получил от продажи земельного участка. В собственности он имеет квартиру площадью 130 квадратных метров, гараж, а также земельный участок и недостроенный жилой дом. Кроме того, глава региона пользуется трехкомнатной служебной квартирой в Салихарде. Ценных бумаг автомобиля и заграничной недвижимости у него нет. Доходы супруги губернатора Галии Кобылкиной оказались более чем скромными – 2 рубля. При этом в собственности у первой леди Ямала есть квартира и автомобиль Toyota Avensis. Что касается несовершеннолетних детей главы региона, никакого имущества за ними не числится. Сегодня в Ноябрьске прошло заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства. Обсудить насущные проблемы собрались представители администрации, а также городского бизнес-сообщества. Самой обсуждаемой темой стал закон о такси, который, по мнению руководителя соответствующей отраслевой секции Союза предпринимателей Александра Бондарчука, в городе не исполняется. Обсуждали присутствующее и действующее земельное законодательство, которое, по мнению бизнесменов, нуждается в доработке. Дело в том, что арендованную землю, на которой стоит недвижимая собственность предпринимателей, выкупить можно только по кадастровой стоимости, а она может быть и вышерыночной. Оспорить цену участка можно только через арбитражный суд, предварительно проведя независимую экспертизу, или же по решению специальной комиссии. Такая в нашем регионе есть, правда, находится она в Салехарде. И на то, чтобы решить все вопросы, уверяют предприниматели, уходит слишком много времени. Кроме того, по закону оспорить кадастровую стоимость земельного участка можно только в течение полугода после ее утверждения. Предлагаю все-таки организовать комиссию, выработать нормальные предложения и вынести на уровень округа. Можем подключить союзы предпринимателей других городов, администрации других городов, при необходимости выработать совместные решения, которые эту проблему снимут раз и навсегда. В схеме получения налогового вычета при покупке и строительстве жилья ожидаются изменения. Законопроект, подготовленный Госдумой, в целом уже получил поддержку Минфина, но с такими оговорками, которые делают новшества невыгодными для российских мегаполисов, в первую очередь для Москвы и Санкт-Петербурга, а также для тех городов, где квартиры в цене. Сейчас при покупке или строительстве недвижимости налоговый вычет можно получить только один раз, причем с суммы, не превышающей 2 миллиона рублей, то есть максимально вернут 260 тысяч, это 13% от 2 миллионов. А при покупке жилья по ипотеке дополнительно можно получить еще вычет со всей суммы процентов по кредиту. В планах потолок в 2 миллиона, с которых можно получить вычет, оставить, но разрешить получать вычет несколько раз, пока не будет использована вся полагающаяся сумма в 260 тысяч. Это выгодно жителям тех городов, где недвижимость стоит относительно недорого. Для жителей Ноябрьска, где скромная однушка в капитальном исполнении оценивается в среднем в 2,5 миллиона рублей, в принципе в этом вопросе ничего не меняется. И единственное, кого из ноябрьцев эти новшества заинтересуют, это тех, кто платит ипотечные кредиты. Здесь размер вычета, который можно получить с процентов по ипотеке, возможно, будет ограничен суммой в 1,5 миллиона рублей. А это значит, кто в ипотеку взял большие суммы, 3-4 миллиона и выше, в деньгах опять же проиграют. А выиграют, возможно, те, у кого в ипотеке меньшие суммы. Общежития, которые разваливаются на глазах, жильцы дома на космонавтов всерьез опасаются за то, что в скором времени их и без того ветхий дом просто-напросто рухнет. Кроме того, у людей накопилось немало претензий к руководству их ТСЖ. Кстати, с говорящим названием «Диалог». Все подробности в рубрике «Жалуйтесь, критикуйте, хвалите». Можно отсюда прямо на улицу выйти, не открывая дверь. Дру в полу прикрыли утеплителем. Так, говорят, люди хотя бы теплее, да и в холодах хоть батареи не промерзают. Многие из жильцов этой старенькой деревяшки на космонавтов здесь и по 30 лет живут и уверяют, за эти три десятка лет ни разу не было ремонта. Оттого двухэтажка в таком плачевном состоянии. Здесь постоянно что-то ломается, рушится, течет и даже проваливается. Был случай, там была душевая, провалилась сюда. Еще одна душевая на первом этаже давно не используется жильцами по назначению. С первого взгляда ясно, почему. Зато червям здесь весьма комфортно, тепло и сыро. Ну и встречено дождевые черви бывают. Следующий душевой то же самое. Но там еще с потолка капает. Потому что там на втором этаже еще одна душевая. Контрастный душ получается, потому что с потолка капает холодная вода. Такая бодрящая. Прошло уже почти полгода с тех пор, как деревяшку признали аварийной. Люди, конечно, терпеливо ждут переселения. Но в каких условиях? У обслуживающей дома организация этот СЖ-диалог. По словам жильцов, нет денег даже заменить в доме сантехнику. И как результат, здесь всегда течет вода. По правде говоря, люди недоумевают, куда уходят деньги. Ведь они продолжают платить за содержание жилья. Мы вызываем краны, например, поменять. Говорят, или денег нет, или запчасти нет. И приходится закупать кое-какие запчасти самим, менять краны. Не говоря уже о том, что суммы в платежках приходится каждый раз перепроверять. Как пошли вот эти вот добавки с завода, и вот перерасчет то, что аварийное общежитие, у нас постоянно сумма разная. Приходится в ЖУ на Советское ездить, чтобы девочки посчитали. И разница у нас выходит каждый месяц 300-400 рублей. Я не понимаю, я вот у них спрашиваю, она говорит, да, вот я вам посчитала одна сумма, почему у вас такая приходит. Вот кто вот эти квитанции раздает, вот интересно. Я даже видела в новостях, что вот женщина ругалась, что хоть бы раз нашу сторону в пользу пошло постоянно, сумма не сходится. Постоянно больше приходит. Кто бы мог подумать, что в таком маленьком доме столько коммунальных проблем. Вот кто их будет решать? Связаться с руководством ТСЖ мы пытались несколько дней, но все безуспешно. На наши звонки по указанным номерам ответа так и не последовало. Хочется верить, что после выхода материала в эфир у обслуживающей организации все-таки появится желание пообщаться с нашей съемочной группой и пояснить, как в общежитии накопилось столько проблем и почему никто не торопится их решать. Рубрика «Жалуйтесь, критикуйте, хвалите» как раз и ориентирована на диалог. Будем ждать, что руководство ТСЖ со звучным названием все-таки откликнется. Ксения Епишова, Виталий Харченко. Новости нашего города. Регионам разрешат отказаться от графы «Общедомовые нужды» в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги, а за тепло платить не только в периоды, когда оно подается, а круглый год. Правда, по мнению экспертов, конечную стоимость коммунальных услуг эти меры не понизит, но снизит психологическое напряжение среди жильцов. То есть общедомовые нужды, как и прежде, будут поровну делиться на всех жильцов и растворяться в платежках. Российская газета пишет, что, по словам экспертов, решение правительства было принято под давлением общественности. Появление графы «Общедомовые нужды» во многих регионах привело к повышению платежей за ЖКХ. Да и плата за тепло, когда не стало взиматься круглый год, а только в зимний период, стала ощутимее. Хотя, по сути, общая сумма не изменилась. Но это стало вызывать недовольство граждан, и возвращение к прежней схеме для многих станет психологически комфортнее. Графа «Общедомовые нужды» была задумана для повышения прозрачности в жилищно-коммунальной сфере. И если сейчас от этого отказаться, человеку будет почти невозможно докопаться до истины, за что ему выставляют счета, говорит Светлана Разворотнева. В жизни горожанина Виталия Ивана произошло по-настоящему серьезное событие. Представители Союза ветеранов локальных войн преподнесли подарок, который Виталию жизненно необходим. Они собрали ему хорошую инвалидную коляску из двух нерабочих. Чтобы на местных дорогах проходимость немецкой техники была больше, наш мастер Сергей Фондюшин, так сказать, приподнял ее над землей или увеличил просвет с дорогой. Кроме того, иностранку снабдили отечественным двигателем и автомобильными аккумуляторами. Так что теперь на этой коляске Виталию по плечу преодолеть расстояние от города до аэропорта и обратно, и еще прокатиться по Ноябрьску. Еще одно важное изменение в конструкции – это ширина. С 62 сантиметров коляску сузили до 58. И как это не парадоксально звучит, но такое сужение значительно расширило возможности человека на коляске. Ведь дверные проемы в основном по стандарту 60 сантиметров, что для обычной инвалидной коляски становится непреодолимым препятствием. Но для Виталия это теперь не проблема. Важно, что ветераны вооруженных конфликтов решили всерьез и постоянно заниматься ремонтом и усовершенствованием инвалидных колясок. Людей, которые в этом нуждаются в ноябрьские десятки, и до сих пор такой помощи они не получали. В ноябрьске продолжается акция «Подари мне жизнь». Это всероссийское мероприятие, которое стартовало 25 марта. В рамках акции в холле женской консультации представлена выставка «Цветая любовь». В ней собрана информация о сохранении женского здоровья. Кроме этого, со всеми желающими проводятся беседы на тему профилактика абортов. Сегодня в актовом зале женской консультации состоялась очередная встреча, на которой говорили об укреплении семейных традиций. Сегодня мы как раз о наших семейных традициях мы будем говорить с различных точек зрения, и с социальной точки зрения, и с православной точки зрения веры, и мусульманской веры. «Хвостик в каждый дом» – так называется первая в ноябрьске выставка бездомных кошек, которая завтра состоится в центре «Прометей». Организатор – благотворительный фонд помощи животным «Ноябрьска». На выставке будут представлены бездомыши, которые нуждаются в заботливых хозяевах. Это около 20 взрослых и огромное количество котят. Все кошки осмотрены ветеринаром и угрозы для людей не представляют. Кроме того, организаторы запланировали ярмарку продажу детских поделок и рисунков. В эти выходные в ноябрьске состоятся два матча по мини-футболу, в которых решится, кто станет чемпионом Западной Сибири и завоюет единственную путевку на всероссийский финал первенства России среди любительских коллективов. Интерес матчам придает и то, что в составе гостей играют два легионера из стран дальнего зарубежья. На сегодня ямальцы опережают своих соперников в турнирной таблице на 4 очка. А значит, для того, чтобы стать первыми, югорчанам нужно победить в обоих матчах. Игры пройдут в спорткомплексе «Зенит». Начало субботнего поединка в 19.00. Воскресная встреча начнется в 13 часов. Вместо урока фрироуп. От некоторых занятий сегодня были освобождены ученики 8-10 классов 13-й школы. А все потому, что на пришкольной площадке проходили соревнования по экстремальному виду спорта, который называется фрироуп. Провести их помогли участники волонтерского движения «Территория добра» и представители комплексного центра. От каждого класса выставлялись по 5 человек. И так как многие из них в этом виде спорта новички, дистанция была несложная. Фрироуп – это, так скажем, старый добрый веревочный полигон только на новый лад. Отличается тем, что здесь есть свои некие правила, которых не было тогда на турслетах. Основным из которых является, что участники, зайдя на один из этапов, они не имеют права касаться земли до конца всей трассы. Здесь натянули трассу упрощенную. Упрощенную тем, что очень мало этапов, их всего 8 у нас. И элементы простые по прохождению. Ну, я бы еще раз прошел. Тут только побольше какой-нибудь дистанции. В принципе, класс неплохо выступил. Надеюсь, что-нибудь займем. Все понравились все дистанции. Я много раз уже проходила все это. Но самое сложное, это был вот маятник. Там я думала, что упаду, но... Маятник – это натянутая веревка, и ты должна взять веревку, которая привязана к другому дереву, и, наклонившись назад, идти. Вот. Ну, как бы была сложность в том, что, когда натягивается веревка, кажется, что ты упадешь, и ноги сильно дрожат. Всех желающих заниматься активным отдыхом, туризмом, веревочными полигонами и организацией проведением таких же мероприятий и фрироупом приглашаем в подростковый клуб «Умеранг», который находится по адресу «Дружба», «Восемь, Виктор». У меня на этом все. Через несколько секунд прогноз погоды. Я желаю вам удачных выходных. До свидания. Партнер программы – магазин «Поти Сан-Тверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 13 апреля в Салехарде без осадков. Слабый северный ветер. Температура 4 градуса мороза. Муравленко облачно с преснениями. Ветер западный до 2 метров в секунду. Температура минус 3 градуса. В ноябрьске переменная облачность. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Температура 1 градус ниже 0.